Нормально это молотоко, но куртиться не умеет. Давай забью. Совсем недавно на этом месте был пустырь, а теперь кипит работа. Специалисты Дорстройсервиса трудятся над новым сквером, внутри которого будут сразу две детские игровые площадки с прорезиненным безопасным покрытием. На сегодняшний день завершены работы по строительству всех пешеходных дорожек и так называемой центральной части, это площади этой зоны отдыха. Смонтированы высотные опоры наружного освещения. Как мы видим, на сегодняшний день также монтируется детское игровое оборудование. В ближайшее время будут смонтированы опоры парковые и установлены лавочки. Зона отдыха «Метелица» обещает стать центром притяжения детей и подростков. В будущем году здесь установят силовые тренажеры. Помимо спортивной, в парке появится площадка для культурно-массовых мероприятий, парковая и прогулочная зона. Будет где отдохнуть. Общая площадь этого парка составит более 5000 квадратных метров. Территория благоустраивается в рамках программы формирования комфортной городской среды. Работы финансируются за счет федерального окружного и городского бюджетов, а также из депутатских фондов Сергея Качкурова и Вячеслава Дубова. Прекрасная идея была построить этот сквер. Будет где отдохнуть с детьми, мамам посидеть летом и молодежи тоже. Шесть внуков, один правнук. Конечно, будем ходить. Конечно, полезно и нравится. Очень красиво. Будете летом здесь? Конечно, мы же здесь живем. Да, куда нам идти. Тем более, не было парка для детей играть. Здесь раньше ничего не было. Просто дороги были не построены. Еще ничего не было здесь. И сейчас, слава богу, уже делают городок детский. Здесь будет что. Люди будут сюда приходить, будут знать. Дети будут здесь играться. Большая часть работ уже выполнена. Электрики подвели коммуникации под освещение. Строители выложили брусчатку. Одной только тротуарной плитке потребовалось более 5000 квадратных метров. В ближайшее время планируется установить 27 опор наружного освещения. 11 лавочек и 5 игровых элементов. Катерина Дементьева, Дмитрий Самбур. Специально для новостей.